Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу вам о самых горячих новостях этой недели. И как всегда, пойдем по нарастающей. Погнали! В мобильном приложении Xbox наконец-то можно скачивать свои игровые клипы и скриншоты. Не знаю почему данная функция появилась только сейчас, ибо на телефонах серии Lumia эта функция была доступна еще два года назад. Но в любом случае приятненько, что данное приложение не забывают. Студия Quantum Dream, которая подарила обладателям PlayStation шедевры интерактивного кино с Heavy Rain, Detroit, сообщила, что переходит на мультиплатформу. А это значит, что интерактивное кинцо теперь будут смотреть не только обладатели PlayStation. Кстати, а как вы относитесь к этим играм? Напишите об этом в комментариях. Лично я к ним нейтрален и предпочитаю больше смотреть кино, нежели принимать в нем решения. Так как в таких играх кеймплей меня очень наскучивает из-за действий, которые не продвигают сюжетную линию. Типа помой посуду, переоденься и так далее. Меня это дико бесит, поэтому я с горем пополам прошел Heavy Rain и понял, что это совершенно не мой жанр игр. Но сюжет там реально очень клевый. Советую. Шегги Скуби-Ду может пополнить список бойцов Mortal Kombat 11. Не знаю, рофл это или нет, но одному из ведущих программистов эта идея очень понравилась. ПК-игроки на этой неделе не на шутку объявили бойкот студии, делавшую новую метро. Дело в том, что на этой неделе метро Exodus почти внезапно перебралась в магазин от Epic Games, при этом покинув Steam. Пока боярам это очень не понравилось и они решили коллективно кидать негативные отзывы о всех частях метро. Прияты все ситуации для тех, кто заранее предзаказал метро в Steam, она там и останется. Цена на игру не изменилась, изменится лишь магазин, в котором нужно будет приобрести игру. И поэтому я немного не понимаю, в чем сыр-бор и из-за чего такой негатив вообще. И если уж по чесноку, ПК-бояре в большинстве своем все равно скачают ее через торрент. Поэтому ныть и как-то делать подлянку разрабам за их поступок совсем неправильно. Один из сотрудников 4ac Games даже заявил, что если ПК-игроки продолжат лить желчь в сторону разрабов метро Exodus, то следующая часть метро, если она будет разрабатываться, не выйдет на ПК. И я считаю, что это справедливо. Кстати, тоже выскажите в комментариях на этот счет, я просто консольщик и немного не понимаю всего этого негатива. И считаю, что нет смысла как-то агриться, ибо предзаказ можно было все равно оформить в стиме. Игра все же выйдет на ПК, цена не изменилась и в игре не будет каких-то ограничений из-за этой ситуации. Поэтому вообще не понимаю логики ПК-игроков. Xbox Live всю неделю давал сбой. Я уже выпускал видео на эту тему, где рассказывал оба ошибки с черным экраном, но на этом проблемы не закончились. Почти всю неделю у игроков Xbox были различные проблемы, связанные с серверами Xbox Live. Да, и мы всей группы пытались его починить при помощи подорожника и лайков. И, кстати, у нас это иногда получалось. Ну а если серьезно, то причины все еще неизвестны. Но такие проблемы просто так не возникают. Поэтому делаем вывод, что это либо из-за мега крутого компаса, который раздадут за просмотр Xbox Inside 5 февраля, либо это из-за чего-то масштабного. И, скорее всего, это из-за подготовки облачных технологий, которые будут использоваться в Крагдауне 3 и в стриминговом сервисе xCloud. В общем, если у вас наблюдаются какие-то проблемы, просто отключитесь от сети и поиграйте в это время в офлайн. Перейдем к более горячим новостям. В сети снова появляются слухи о новой части Бэтмена, которая будет называться Batman Arkham Crisis, которая будет посвящена конфликту Бэтмена с теневой власти города Готэма. По слухам известно, что игра будет очень длинной, город будет масштабнее, чем в GTA 5, будет динамическая смена дня и ночи, вместо Бэтмобиля появится фирменный самолет Бэтса, боевка будет еще более проработанной и в игре появится кооператив, который рассчитан на трех человек. И, как по мне, это звучит нереально круто. Если это окажется правдой, то я не думаю, возьму предзаказ, ибо игры о Бэтмане стоят своих денег. Но еще более горячий и последний слух на сегодня. По сети не на шутку постят информацию о следующей части Titanfall. Нет, это не третья часть, а королевская битва, которая будет называться Titanfall Apex Legends. По информации сети сказано, что в новой части Титанов не будет Титанов. Это, конечно, смешно, да. Игра будет условно бесплатной и будет представлять собой королевскую битву. Добавятся классы пилотов, будут микротранзакции и лутбоксы, в матче всего будет 60 игроков по 3 в каждой команде, и самое интересное то, что игра может выйти прямо завтра. Охренеть, да? Честно, я в шоке и как-то не верю в эту новость. Но так или иначе, я люблю Titanfall, и, честно сказать, мне очень интересно посмотреть на данное творение. Тем более, правда или нет, узнаем об этом завтра. Вот такие новости, друзья. Не забывайте ставить лайк, если понравилось видео, и вы узнали интересные новости. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе следующих видео. И, конечно же, пишите свое мнение насчет этих новостей. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!